всем привет сегодня постараюсь записать гайд как отправлять файлы на 3d печать на канале кто-то давно еще писал что сделай пожалуйста по поводу подготовки буквально один вопрос был и что-то это затянул с этим но вот собственно пообещал делаю вообще в прошлый раз я его пытался сделать но и там файл был гораздо сложнее конечно я сделала но там не было звука почему-то что-то не настроил там собственно исправляем ситуацию для начала вот у нас есть два мыши если мы это делаем все из еще нужно сделать чтобы были видны горячие клавиш кондрол дабл объединил полигруппу то же самое здесь надо кондрол дабл теперь здесь я меня изменяю мерч там все тут опять можно объединить полигруппу и сейчас у меня здесь поле полигонов 2 миллиона если видно нас половина миллиона это очень много естественно а цену то я не переключил молодец какой секунду прошу прощения да кстати отпишите пожалуйста как по звуку и понеслись понеслись так это прошлое сообщение я не прочитал не увидел можно положил еще раз вот я все это поместил на 1 саптул и объединил полигруппу клавишами ctrl-w лично привет здесь идем теперь z-plugin и ищем диссимацию диссимающим мастер вот заходим сюда если ты хочешь от диссимировать 1 саптул то есть диссимация это уменьшение сетки ну уменьшение количество вертексов путем триангуляции это 1 саптула а это сразу всех то есть если у тебя в сцене здесь несколько саптулов ты будешь анализировать все эти саптулы и потом если семейшин а у тебя произойдет диссимация всех саптулов и диссимейшин карет произойдет ну правильно извините диссимейшин карет это диссимация только одного твоего саптула сейчас я покажу вот нажимает в данном случае у меня один саптул и у меня другие больше нет я нажимаю диссимейшин карет вот пошел анализ мешей или меша ждем 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 считает теперь смотрим на полигоны смотрим на сетку смейшин карет бам уже 4 450 тысяч это уже даже рина это потянет ну то есть на 450 а по сути поверхность носом видите она не особо то и поменялась а мы уже сколько практически четыре раза уменьшили короче на одну одна пятая у нас осталась и все таки так так сейчас я посмотрю что у нас там по память но по памяти даже еще идем нормально то можно было скинуть конечно пока закрыть здесь тоже закрываем что может отъедать у нас ну у меня по приборам пока что более менее все нормально значит может быть что-то в трафике там не знаю возможно теперь идем также взять плагин и 3d print hub здесь обычно я всегда делаю так то есть апдейт сайта такие ритуальные действия можно сказать апдейт сайт ротейшнс по миллиметрам по дюймам потом здесь общем сайт если вот эта функция есть ее надо убрать остальное все экспорт ст на рабочий стол ну или в папку куда там необходимо сохраним как панда и тигр теперь я открываю арина арина так сейчас секундочку дополнительные сохранения потом сюда импортируем сюда импортируем так вот этот файл вот этот файл да и вот какая-то беда у меня бывает постоянно теперь с тем что импортирует у меня больше иногда это работает иногда нет секунду так вот все меш здесь меш выключаем чтобы сетку просто спрятать вообще значок по техническому заданию должен быть 1 и 8 так сейчас 23 а нет секунду это достаточно Ммм. Ммм. Вот вижу. Да. 1.2 они должны быть. То есть 10, 10, 12 мм. По-ношему. Все, я сделал там 2,5 мм. Ну, усадки, отпилки и все прочее. Все это нормально. Теперь, что еще здесь необходимо сделать? Если это рост, то можно сразу поставить литник, чтобы потом твою модель не... Кстати, по поводу толщины. Толщина у меня должна быть 1,8. Здесь я это сделаю таким образом. Так. Центр. Угу. Я буду уменьшать рельеф, где более ровная часть. То есть убираю отсюда. Толщину. А сам рельеф я оставляю. Чуть-чуть, конечно, придется и его прибрать, но это не так страшно. Хотя здесь будет торчать только нас по сути. Здесь можно добавить чуть. Вот так. Теперь здесь. Тому самому. Добавляем. Вот это. и... 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 То есть мы сохраняем рельеф как можно лучше. а там все остальное как надо приточат, отпилят и прочее. Теперь ставим литники, просто можно взять обычную бочку. Мне нравится, что мне клавиатура работает через раз. Потом эту часть выделяем. Вот литник и его ставим в то место, где проще всего его будет спилить, потом в итоге обточить. Я вот нашел, что в бороде здесь проще это будет сделать. Рода. Смотрю, чтобы таких вещей не было тоже, всяких нехороших. Ну вот, по сути, это и готово. Абсолютно. Попробуй. Немного. Взрыв. Взрыв. Попробуй. Ну, я вот как-то так это решил. Может быть есть смысл ему куда-то вбок вот здесь вставить этот клетник. Все, теперь это опять же экспортируем в STL. Я лучше сделаю новый. Так, третий. Теперь идем в STL. Открываем его в программе Magix. Я когда что-то делаю с файлом, я всегда крашу, чтобы мне понимать, что исправлен этот файл или нет. Теперь я смотрю, здесь включаю сетку. Нужна ли мне такая подробная сетка или нет? Я ее тоже делаю небольшую десимацию, здесь триангуляцию, чтобы тоже убрать все вот эти лишние точки. Смотрим по поверхности сейчас. Ну, качество такое себе. Можно сделать получше. То есть, поработать со значением вот с этим. Например, 5. Это я добавил. Значит, нужно в минус. Или можно посмотреть альтерации число. Уменьшить его. Либо здесь делать 0, 0, 8. Ну, вот это уже получше, мне кажется. Все, и теперь. Фикс. Смотрим, что тут есть какие-то ошибки. Ошибок нет, просто... Сейчас у 4 было, то есть это два летника и две медальки. И получилось у нас сейчас два саптула. Если у тебя будут какие-то здесь ошибки, ну, баги возникают, то есть здесь вот такие крестики будут, то просто берешь и пролечиваешь вот таким вот способом. Automation, Action Fixing и все. И начинаешь вот их по порядку. Сперва с поверхности, потом точки. И вот здесь есть пересечение. И... Triangles. Ну, вот эти пересечения, я их никогда не лечу. А вот точки... А, нормали. Точки. Noise Shelf. Ну, так сказать, точки на поверхности. Это дыры в меше, то есть hole. И все. И просто сбулеваю. Потом, здесь можно вот эти два разделить на shelf to part. Вот он разделил тебе их на два саптула. Все. Вот это, по сути, уже готово для печати. Ну, на этом, я думаю, все. Друзья. Так что, здесь эту трансляцию пока что закончу. И, возможно, сегодня еще выйду. Так что, не прощаемся. Как говорится, говорим вам до скорых встреч. Пока.